Футбольный клуб Луч Энергия Футбольный клуб Луч Без побед, а также травма главного на тот момент тренера Сергея Передни Тогда его место занял давно работающий с командой старший тренер Константин Емельянов И именно в этот момент началось что-то вроде осеннего пробуждения Которое отметили многие СМИ по всей России Под руководством Емельянова команда смогла подняться со дна турнирной таблицы И выйти уже теперь на беспроигрышную серию Безусловно, сначала после того, как у нас была собрана команда Нам многие говорили, что это команда второй лиги Что мы опустимся вниз с этим подбором игроков Что они некачественные и так далее Но мы видим, что в итоге мы сегодня на девятом месте Ребята, наверное, все-таки закусились Как-то проявили свои какие-то качества, характер В итоге мы сегодня пришли к девятому месту, а могли быть и выше Близилась зима и, видимо, силы как тренера, так и игроков иссякали Финансовые передряги, засыпанный снегом стадион, неразбериха с руководством Вот так можно охарактеризовать ноябрь и декабрь 2016-го А менеджеры тем временем подумали и решили, что при Емельянове команда неплохо заиграла А значит продлевать контракт с передней не особо-то и нужно Хотя специалист, в свою очередь, был готов работать дальше Спасибо городу Владивосток, мне здесь очень комфортно и приятно было работать Я оставил здесь частичку сердца, однозначно Значит, трудовую я забрал, соответственно, все вопросы, как руководство Прошел зимний перерыв В нем с горем пополам приморцы смогли выехать на сборы И даже показать неплохую сыгранность в товарищеских матчах После выездных тренировок большая часть команды разъехалась по домам И выходить на первую весеннюю встречу с Енисеем не собиралась из принципа Долги по зарплатам определенно поднадоели футболистам Чудо произошло за считанные часы до матча Игрокам закрыли все задолженности за 2016 год Этого хватило для настроя и желто-синие в попыхах полетели в Красноярск Естественно, чтобы в глаза бросалась полная раскоординированность Потом работа с мячом, естественно, уже другая Командные взаимодействия другие Ну и, естественно, физическое состояние оставляет желать лучшего То, что мы наработали на сборе, в каком они были состоянии, в каком они сейчас находятся Как бы это все надо практически уже заново набирать Ну а дальше началась весна И все матчи, которые прошли за эту часть чемпионата Можно охарактеризовать как ни себе, ни людям Луч ни разу не одержал победу Девять матчей из тринадцати закончились для желто-синих ничейным результатом Госпожа удача, как отметили сами футболисты, определенно была не на их стороне Чуть-чуть мы прогневили футбольного бога Все вместе Футболисты А что, девять? Вокруг кто работает Ну, тяжелый сезон очень Со всех сторон много трудностей Вот И нельзя его назвать удачным Ну это издевательство, как мы готовимся Мы пришли, собрались у них опять на переносло города Собрались, пришли, не знаю, чем они питались, что они ели Как они готовились Собрались, пришли, вышли Там половина ползает, половина еще вне концентрации Примерно с таким настроением футбольный клуб «Луч Энергия» подошел к концовке текущего сезона После этаких итогов, подведенных после матча с Хабаровским СКА Константин Емельянов был отправлен в отставку Его место и формально роль спасителя «Желто-синих» занял Александр Ушахин Специалист до этого уже работал с Приморским клубом Однако назначение на такую должность, да еще и под конец сезона, стало настоящим сюрпризом Честно говоря, не ждал Я работал с дублирующим составом в течение двух лет В данный момент, когда поступил звонок, находился в Костроме с 2001 годом на финале России Помогал тренеру непосредственно, кто этим возрастом руководит Ну и как бы сразу согласился что-то раздумывать, рискнул Нехватка очков опустила команду на 13-ю строчку И здесь «Случ Энергии» сыграла злую шутку-таблица По разнице очков в последнем матче сезона с Мордовией Должна была решиться судьба приморцев Останутся тигры в ФНЛ или нет? Первый раз на моей карьере, при моей работе, что 7 команд борются за выживание Такого не было никогда, как-то уже определялось, отрывы какие-то были Ну там одна-две команды, а здесь 7 Ну последний тур будет играться в одно время, все в равных условиях Кто-то на выезде, кто-то дома, мяч круглый, поле одинаково Все зависит от футболистов А с Мордовией приморцы сыграли вновь свою любимую ничью Радости «Луча» не было предела, ведь по логике этого хватало, чтобы остаться на крышке дна То есть на 15-м месте и не вылететь во второй дивизион Да вот только с математикой у «Тигров» оказалось все плохо После всего тура, когда сыграли и другие команды «Луч Энергии» оказался на 16-й строчке Вылетели Именно с такой однозначностью буквально хоронили клуб всевозможные СМИ Но уже после завершения сезона сотрудники «Луча» изучили регламент ФНЛ И узнали об этом запасном парашюте Дело в том, что будучи ниже дивизионом, футбольный клуб «Чита» стал лучшим в чемпионате Эта команда должна была занять место в ФНЛ Но из-за финансов она этого сделать не смогла А пропуск в списке команд закрывать чем-то нужно было Вот тут-то первым в очереди и оказался «Луч Энергия» То есть приморская команда осталась в ФНЛ только благодаря бедам другого клуба Что же мы имеем теперь? Очевидно, что после такого, мягко говоря, провала команду должны были покинуть люди Так и произошло Вот кто остался после прошлого сезона Помимо многих игроков клуб покинул и наставник Ушахин, который пробыл в роли главного тренера всего один матч Перешел в Хабаровский СКА С его заменой определились довольно быстро Новым и уже, к слову, четвертым за год наставником «Луч Энергии» Станет Вальдас Иванаускас 50-летний литовский специалист успел и поиграть за сборные СССР и Литвы И потренировать многие зарубежные клубы, а также Хабаровский СКА Плюс в том, что я работал в Хабаровске и знаю дальневосточную специфику Все должно получиться Нам предстоит в сжатые сроки строить новую команду, но я к этому готов Команду пополнила и череда новичков, но рассказывать о каждом персонально думается еще рано Трансферное окно закроется только в августе Тем временем команда уже начала предсезонный сбор в столице Белоруссии Тренировочные процессы, контрольные игры будут проходить на базе футбольного клуба «Минск» На сбор должны приехать порядка 35 футболистов Среди них как игроки с действующими контрактами, так и потенциальные новички Сборы продлятся до 7 июля А начнет новый сезон «Луч Энергия» на выезде 8 июля матчем с крыльями советов Которые вылетели из Премьер-лиги Первую же домашнюю встречу приморцы проведут 15 июля с Томью С чем встретят новый чемпионат владивостокские футболисты, неизвестно Кто-то говорит, что понижение было бы закономерным И что незачем продолжать мучиться на дне ФНЛ Другие же в очередной раз верят в хорошее будущее Как бы то ни было, полное обновление команды создает интригу на весь следующий игровой год С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова